Вот чувак делает эфиры, значит, теперь он с помощью этих эфиров заставит Кадырова прекратить свою деятельность. Если ты так подумал, то ты очень неправильно подумал. Невозможно человека, наделенного властью, имеющего силу, возможности, невозможно его остановить с помощью эфиров. Тумсо, Салам говорит, ты знаешь, что ученые Агалю Сунна запрещают деятельность любых законодательных органов, включая создание партии? Это куфр, выводящий из ислама, это будь Ихван Мусульмин. Нет, это, конечно, неправда. Это великая ложа ученых, потому что как может ученый запретить вообще деятельность любого законодательного органа? Ученые ислама запрещают законотворческую деятельность, относящуюся к тому законотворчеству, которое уже предписано, указано в религии Аллаха. То есть, когда, допустим, кто-то берет на себя полномочия менять какие-то законы уже прописанные, вот это, конечно, запрещено. Но как можно запретить законотворчество в тех вопросах, которые необходимы, так как появляется что-то новое, нерегламентированной религией? Вы понимаете, как, допустим, правила дорожного движения, наказание за нарушение этих правил дорожного движения, как какая-то киберпреступность, допустим, которой не было и быть не могло в момент ниспослания религии Аллаха. То есть, но есть какие-то, допустим, отдельные моменты, прописанные в исламе, как, допустим, наказание за предумышленные убийства. Если это уже прописано, а это прописано, то есть, каким образом наказывается человек за преднамеренное убийство, а если его прощают, то какой размер компенсации он должен выплатить? Эти все моменты уже прописаны. То здесь нельзя, это изменить нельзя. Вот это вот то, что будет запрещено, абсолютно верно. Но там, где этого вот это не прописано, то есть, там, где есть какая-то широта для выбора, то наоборот, ислам дает даже право адиям, чтобы они сами назначали наказание, допустим, для преступников, там, где это наказание не прописано уранами сунной. Это тоже известное положение в исламе. Любой, кто учился на адиям в религиозных вузах, они знают, что, допустим, там, где, например, прописано, что должно быть четыре свидетеля, скажем. И если четыре свидетеля есть, то вот такое-то наказание. А что, если есть только три, а одного не хватает? Значит ли это, что человек оправдывается, и он невиновен? Конечно, нет. Не значит. Просто этот кадр имеет право наказать, но уже для него открывается вот эта вот широта возможностей. То есть, у него то, что было прописано, это не восполнилось. Четыре свидетеля у него не было. Соответственно, есть у него только три или два. В этом случае он не может вот это вот, то наказание прописанное уже применить, но он имеет право, в зависимости от того, какое преступление человек совершил, он имеет право уже его наказывать там, либо на своё усмотрение, либо в соответствии вот с тем законодательством, которое было разработано. Поэтому это, наоборот, такое заявление является религиозной безграмотностью. Что касается политических партий, это тоже относится к тем странам, где политические партии запрещены. Но если в те страны, где политическая партия не запрещена, а наоборот, даже если это приветствуется, то какие могут быть вопросы? Они ведь, когда запрещают политические партии в этих странах, они их запрещают, опираясь на аят из Корана, «Держитесь крепко за верев Аллаха и не разъединяйтесь». То есть, там есть некая основа, что есть власть, держащаяся за верев Аллаха, и все должны вокруг неё объединиться. А как быть тем, где нет этой власти, или эта власть не держится за верев Аллаха, и наоборот, там наоборот будет лучше, если появится жамаат, партия, жамаат, который будет держаться за эту верев Аллаха. Наоборот, это является одобряемым в таком обществе. Поэтому нельзя, понимаете, применять какие-то фетвы, отдельно взятые фетвы, которые были предназначены по конкретному, по конкретной стране или случаю, их и брать, и обобщать на всех. Так делать нельзя. Смотрите, ещё одно утверждение религиозное и очень неправильное. Этих законов не бывает в дару или с нами, то есть на исламской земле, грубо говоря. В мусульманском государстве, грубо говоря. Потому что наше так называемое гражданство, это то, что мы мусульмане. То есть в дару или с нами безопасность даётся на праве религии, а не паспорта и прочего. Но это же крайне невежественное утверждение. А как же не мусульмане, которые проживали также на территории ислама, а как же они не являлись гражданами? Они ведь тоже пользовались всей полнотой безопасности. Ну нет, на самом деле, конечно, не так. Неважно, дару или ислам, не дару или ислам. Есть понятие гражданства, оно никак не связано с религией. Если это государство даёт этому человеку гражданство, он является гражданином. Но если он даже является мусульманином, но это государство не хочет давать ему этого гражданства, он не будет гражданином. Понимаете, он может быть мусульманином, приехать в Медину, допустим, и заявить, я хочу всё, вот я здесь буду жить, я здесь мусульманин, я хочу здесь жить. Ему сказать, чувак, а мы не хотим, чтобы ты здесь жил. По таким-то, таким-то причинам. Ты, может быть, там, ты преступник, ты лжец, там, ты, у тебя, ну, могут быть разные причины. Ты не соответствуешь критериям. И ему не дадут жить. А если вы скажете, нет, ему по умолчанию должны давать жить, тогда все мусульмане захотели бы жить в Медине, но она туда, ну, она не в состоянии вместить стольких мусульман, понимаете? К сожалению, именно мусульмане, ну, или, может быть, потому что мои зрители, в основном мусульмане, очень часто выдают крайне невежественные утверждения, не подумав даже об этом. Это очень печально. Нас с вами смотрят не только мусульмане, и на основании этого они делают выводы. Делают выводы о полной безграмотности. Вот за такие высказывания со стороны человек посмотрит и подумает, а там вообще полное мракобесие у них. Они не знают, что такое гражданство, понимаете? Ну, это очень, очень неправильно, очень невежественно. А что тут качать темы? Нету ведь. Ты уже третий-четвертый год качаешь, а Кадыров как дела свои делал, так и делает, да? А теперь скажи, есть ли сила в твоих эфирах? Ну, эфирами запретить Кадырову творить свои дела. Ну, если, смотри, изначально ты, допустим, открыл мое видео, скажем, в 2017 году и подумал, о, вот чувак делает эфиры, значит, теперь он с помощью этих эфиров заставит Кадырова прекратить свою деятельность. Если ты так подумал, то ты, ну, очень неправильно подумал. Невозможно человека, наделенного властью, имеющего силу, возможности, невозможно его остановить с помощью эфиров. Однако, влиять на него можно. И я считаю, что мы за годы моей деятельности очень серьезно на него повлияли. Есть очень серьезные показатели этого влияния. Например, даже посмотрите на бородатую Чечню сегодня. Я считаю, что это очень серьезное влияние. Но даже если бы ничего бы мы не смогли сделать, то есть даже если бы ничуть не повлияли бы, все равно обязанность порицания порицаемого с нас не снимается. То есть мы, с нас просят не за результат, с нас просят за нашу деятельность. Нам скажут, ты видел, что вот это происходило, ты сделал что-то для этого. Нам не скажут, был ли результат того, что ты сделал. Конечно, мы должны стремиться к результату, безусловно, ставить перед собой задачи. Однако изначальная деятельность не должна быть связана с достижением результата. Понимаете? То есть мы должны стремиться к этому. Но если мы, например, не достигли результата в течение, скажем, двух лет, значит все, мы прекращаем. Такого быть не должно. Не достигли результата в течение двух лет, может быть, достигнем в течение пяти. Не достигли в течение пяти, но в течение десяти, может быть, достигнем. Понимаете? Главное, нужно не останавливаться, двигаться, ни в коем случае не сдаваться.